то я там как внешний наблюдатель там который что-то понимает в политических процессах я когда смотрю на то что там могу разобрали ваше предприятие там да и но под управление опять минобороны возвращается но по большому счету это выглядит как там передел очередной передел сфер связанных с большими с большими деньгами потому что через через вашу компанию я так понимаю идет ну это миллиарды миллиарды гривен десятки миллиарда может быть даже как бы гривен туда то есть это хотя бы там называли цифры относительно общего оборонного заказа что это там 10 там 15 20 процентов там да то есть это не самая большая часть но тем не менее все равно это большие это большой кусок работы и вот то что это качество мы прилюдно в этот это письмо она показывает в принципе какую-то маразматичную ситуацию когда идут какие-то санкции там друг против друга там то 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 есть минобороны там накладывает санкции за заказа за потерянное время там еще же что-то вы в свою очередь накладывать эти санкции на поставщиков и дальше все идет по цепочке там да то есть вот что мешает эту гибкость которая в принципе украине позволила устоять в начале войны вот что мешает этой внедрить эту гибкость на уровне вот этой сферы там очень просто просто завести лики від маразма вы же сказала реально маразматично коли министерство обороны банкрутует свою компанию постачальника прогресс ну реально на стадии банкрутства было то то так что мы загнали его штрафными санкциями понимаете мы я пояснил в других интервью то что мы сегодня все чемусь министерство обороны працюю с точки зору там юридичного забезпечения в мирных умовах и питание в том что у меня есть затримка не від меня залежат а то я живу працюю функционирую виключно в рамках моих инструкций то что сегодня есть затримка я не хочу просто назвать эти страны что они просто так не привезут понимаете и корабль сегодня там в копере або в слове не або в гданске может не пришвартоваться через те что по закону порта или по их правилам им недостатня тих документов которые приходят он будет стоять на рейд 3-4 тижни и так далее я приходится это пояснюю Министерство обороны працюю с нами не знаю как в мирный час покупаючи там якийсь якусь канцелярию никто не принимает до уваги это не беручи до уваги той факт что в рамках сферы управления гура нам ставилась задача чтобы мы открывали тихо ини яки напрямую в Украину не возить чтобы формули тихо инициативные каналы який просто так тут не 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 з'являться я иду до мы идем и домовляемся с тими постачальниками с постачальниками их постачальниками и так далее по по ланцюгу про те чтобы давайте мы посунимо там тих россиян заберем свою квоту и будем опрацювать тягнули далее я зештовхую с тем что у меня очень часто практически все контракты послушайте и у меня и у повоза и в инших не мая контрактів сегодня долгих складных с великим плечем доставки які может день в день прийти а в контрактах с державною с державно контракт с мінобороны у меня мая день в день прийти якщо день день не пришел у меня штрафные санкции начинается с 10 заканчиваться 30 відсотками прямые маржинальности три відсотки відповедно до постановы кабина бред маразм я приходу кажу я не можу день в день привезти вибачте там затримка там не прийшов порох там не прийшов праймер там корабль не подали там транзитной лицензии не не выдали министерство обороны каже ні мы цена приймаємо идемо з вами судитись подают на нас в суд вот реально подают на нас в суд я розумею что треба працювати но окей так как вы умовы цей игры для нас для всех формуете прошу від постачальника объективную умову чему затрималась в они выдают мне сертификат форс-мажора я иду с этим сертификатом в торгово-промисловую палату як в державном контракте написано відповідно до постановок обмена документ тпп воно выдают не висновок да мы проанализовали висновок вашего постачальника іноземного вот вам висновок про складні або истотні складнощи по контракту приношу юристами на баронами кажуть не не приймаем ну окей вони йдуть в суд нараховують нам штрафні санкции є негласна позиція судовых органів на час війни вони приймають позицію выключено выключено Миноборона якщо це звичайно не такі безумні уже штрафы в выгляде там миллиардів на на одному контракті там скасовують до одного відсотки сьогодні але в абсолютной більшості приймають рішення вих на їх користь приймається рішення і товарищи юристи їх називаю біжуть виконавчу службу блокувати на нам рахунки причому законодавець в законі про виконавче провадження написал що під час воєнного стану у вас є три роки після його закінчення ви можете подавати ну різні об'єктивні причини для чого ж зашита була логіка в цей закон в цих прикінцевих положень навіщо ви зараз це робите ви блокуєте нам рахунок не тільки по ваших по цьому контракту а по ваших по інших контрактах у мене там зобов'язано не тільки перед вами перед прикордонниками перед нацгвардії поліції дбр набу ісбу ми всім веземо приватні компанії я чесно кажу що вже просто не знаю виснажився з ними боротися я це заявляв і заявляю це якась целеспрямована диверсія відбувається але найбільш напевно для мене незрозуміло коли такими діями вони банкрутують свою же компанію яка є в системі міністерства оборони от такими же діями незважаючи на те що складно що по постачанню продукції сьогодні відбувається це неприста продукція так это зачем діляться для того щоб все сконцентрировати своя агенція оборонних закупок там условно а це було лише до них агенція до речі теж судиться з департаментом закупок їхнім ДВТП точно по такій же ситуації зачем ну то маразм просто вигляд як маразм я кажу я просто ліки не можу знайти від цього і ніхто не хоче приймати рішення дивіться у нас було перше прийшов новий міністр миров каже які питання всіх зібрав все таки ліберально все з відкритим діалогом які питання ну питання питання перше у нас є просто безумні значить не відповідаючи якомусь здоровому глузду штрафніх сансів які ми перекладаємо потім на і на партнера а то збільшує ціну бо він в ризик це вкладає і друге питання навіщо в нас банкротити по кожному факту неможливості в строк постачання та ми не можемо в строк поставити сідайте беріть в руки керівництво і попробуйте з індії там или ще не буду казати привезти там ті сто двадцять пятки в строк провести через моря і привезти в строк привезіть покажіть мастер-клас я хочу подивитися як ви це зробить а нас ви використовуєте виключно як в мирний час приватних постачальників канцелярия вот і все для чого робиться хто з мене там хто з мене там хто з мене сказав що рейдерське захоплення на державному рівню ну так я ж говорю это все выглядит просто как перераспределение попытка перераспределения потоков в понимание понимание того что это это слишком жирный кусок ну а кто на это должен влиять я смотрю вот допустим президентом сказал разогнать этот МСЭК его там разгонять сейчас и вокруг этого большой скандал но это же не менее а он наверное даже более важный момент потому что это от этого напрямую зависит обеспечение фронта и там постоянно жалуются что не хватает того не хватает того собственно это это президент должен такое решение принять что чтобы обратить на это я думаю что хтось мая вынести на ставку доповести верховному головному команду что есть такая проблема это правовая невизначенность и позиция юристов Минобороны и он мает распорядиться и дать команду и я відповідно до решения ставки за доручением верховного командующего маю организовывать постачание вот таких складных краин они так называются complicated countries и в итоге я зештовхуюсь вот этим бюрократичным и идиотством безумством я просто его называю да но до этого я думаю что это просто там некомпетентность и бюрократия зараз я бачу что это какая-то цель спрямована зрада цель спрямована диверсия чтобы все эти канали призупинит чтобы они ну разумеете да чтобы чтобы не знаю может там десь они так працуют чтобы все квоты забрали и россияне может так у меня еще варианта не магии або хвори люди або это робится цель спрямовано да как то дурновато пахнет ну и вот выглядит еще знаете как конфликт между там гурами Минобороны вот то что вынес в этот потому что по большому счету и ходят же все эти слухи там не слухи по поводу конфликта с будановым там и так далее и и соответственно получается что вот такое противостояние она просто бьет по бьет по обороноспособности